Открытие велосезона веревочного парка. Во Владимире набирает обороты активный отдых. Минувшие выходные любители велоспорта открыли летний сезон 15-километровым велопробегом. Для ребят это не только возможность проверить свои силы, но и завести новые знакомства. Меня всегда привлекали такие велотусовки, когда есть много людей. Возможно, всегда на таких движениях можно с кем-то познакомиться, пообщаться на общие темы. В основном общение с людьми, у которых интересы направлены в одном и том же русле, как и у тебя. В открытии велосезона приняли участие как профессионалы, так и любители. Организаторы говорят, такой старт летнего сезона – это уже традиция. Мы уже открываем третий или четвертый год. Когда Владимир более-менее обосновался как дружеское велосообщество, мы начали каждый год открывать сезон, также закрывать сезон. Ребята стартовали с Центрального парка культуры и отдыха. Проехав по маршруту 28-го автобуса, финишировали на Соборной площади. После велопробега можно проехать в Добросельский парк. Здесь открылся новый веревочный городок. Организаторы отмечают, что он самый большой во Владимире. Протяженность трассы полигон 33 – более 200 метров. Веревочный городок состоит из 19 препятствий. От желающих попробовать свои силы нет отбоя. Ребята говорят, несмотря на страховку, первые шаги на трассе сделать было непросто. Но затем сложное, на первый взгляд, задание стало веселой забавой. Я проходила через зеленую полосу, через бочку, через скейт. Какое самое сложное было для тебя препятствие? Скейт, потому что я с него упала и даже пошла без него. Было страшно? Да, вначале было страшно, но потом... Надо было передвигать ноги по одной. И вся была сложность в том, что перекладины были повернуты необычно. Не прямо, а боком. Подходящую трассу в веревочном парке смогут подобрать для себя как дети, так и взрослые. Единственное условие – рост ребенка должен быть не менее 130 сантиметров. Кстати, прохождение веревочных трасс – отличная нагрузка на все группы мышц. Одна как бы полегче, как бы детская, но она где-то с 7-8 лет и, в принципе, до 14-15. Хотя можно и кто старше, тоже, возможно, легкая, потому что на красной трассе, на самом деле, очень сильно зависит физическая подготовка. И сетап очень сложная нагрузка на руки. Веревочный парк «Полигон-33» будет работать ежедневно после полудня и до наступления темноты. По понедельникам пройти трассу можно абсолютно бесплатно. В ближайшее время в парке появится полноценный тир с арбалетом, луком и другими видами оружия. Дарья Тептилева, Егор Хребко, «Губерния-33».